Бесьмеля, обращаюсь к мусульманам России, к мусульманам Ингушетии, Чечни, Татарстана, Башкортостана, Карачаева, Черкесии, Кабардино-Балкарии. Обращаюсь ко всем мусульманам России. Творится большая несправедливость. Наносится удар по исламу, по Корану, по представлениям молодых людей. Мы не можем не отдавать наших детей в школу, но когда ребенок приходит в школу и его обманывают, злостно обманывают, нечестно обманывают, это приносит ущерб. В частности, у нас есть методические рекомендации преподавания учебника астрономии. Есть учебник астрономии, где размещена 100% лживая информация о сотворении Вселенной, о строении, о состоянии Вселенной. И эта информация противоречит Священному Писанию, противоречит Корану, противоречит логике. Жулики в учебнике астрономии указали недостоверную информацию. И ребята, получающие образование, становятся перед выбором. Во что им верить? Вроде как в научную информацию или в первоисточник. Они теряются и многие уходят в сторону. Это удар по сообществу. Это удар, это нечестный удар. Это не действие нашего правительства. Это не действие какого-то конкретного нашего российского закона. Это инвазия, принесенная извне. Это британский проект. Это теория большого взрыва, которая не является научной, которую принесли в школу и зомбируют наших детей. Почему это обман? Потому что есть научная информация, показывая, что это точно несостоятельно, что вот те материалы, которые внесены в учебник астрономии, они не являются научными. Первое — это размеры Вселенной. Есть научным способом зафиксированные размеры наблюдаемой части Вселенной, и они уже гораздо больше, чем эта теория большого взрыва. Если этот научный факт известен, а жулики продолжают преподавать теорию большого взрыва, они обманывают. А что такое для человека поверить в теорию большого взрыва? Это значит, что жизнь бессмысленна. Мы все равно умрем, наша цивилизация погибнет. Не надо быть хорошим сыном, не надо быть хорошим гражданином. Это все бессмысленно. Это удар по психике. И дети могут в это верить, и часть детей действительно на это ведется, и как бы проникаются в эти, в кавычках, истины, и отпадают от нормального развития, от нормального мышления. Дальше. Второй факт, который говорит, что большого взрыва не было, это обычный известный факт, что наше пространство трехмерно. Это научным образом доказано. У пространства нет такой штуки, за которой можно пространство погнуть. Это научный факт, доказывающий, что пространство не могло появиться, расшириться, разлетаться из точки куда-то, потому что для этого тоже нужно пространство. Это обычный известный факт, который они, как бы эти шарлатаны, не замечают. Но это не имеет отношения. То, что они делают, это не научно. Это обман учеников. Дальше. Следующий факт. Это фальсификация предмета счета. Вот эти жулики, которые придумали эту теорию, она вся построена на теории относительности и на фальсификации предмета счета. Это когда количество геометрических мерностей в пространстве расширяется за счет других каких-то сущностей, за счет времени и так далее. Это банальная сказка. Понять этот обман можно на следующем примере. Вы пришли на рынок, и кто-то вам продает картошку. Вот он раз картофель на два, картофель на три, картофель на четыре, камень пять, камень. И накидал вам мешок камней. Вы скажете, что ты жулик, ты подменил предмет счета. Это неправильно. Это действительно неправильно. И когда этот же самый метод используют в школах, преподают теорию относительности, где пространственные мерности потом подменяют на время или другие объекты, многомерные, это мошенничество. А значит и теория, все вот эти теории, входящие в противоречие с Кораном, это жульничество. И это жульничество должно быть остановлено. Мы обращались к нашим государственным органам на этот счет. Мы обращались через правозащитницу Кузнецову. Обращение было коллективное через сообщество «Родители за права детей» общественная организация. Были слушания в общественной палате. Это ни к чему не привело. Ситуация такая, что в нашем государстве простыми, честными методами невозможно с этим бороться, невозможно этому противостоять, невозможно общаться как-то с администрацией нашей науки и образования министерствами, потому что нет механизма, они это не воспринимают. Наша Академия наук перехвачена управлением британскими фондами. Там сидят люди, которые придерживаются этих теорий, они обязаны распространять их в нашей стране. А кого-то объективного цензора у нас нет. Поэтому прошу всех людей, всех мусульман обратить на это внимание. Наш голос должен быть услышан. Все должно вернуться к естественному состоянию, к честному состоянию. Наших детей не должны обманывать ни в вузах, ни в школах. Мы должны что-то с этим сделать. Особенно хочу подчеркнуть, что это не политика государства. Это политика отдельно взятой группы жуликов, ориентированных на британские фонды. И эта группа жуликов, деятельность этой группы жуликов должна быть выявлена и прекращена. Сейчас я прочитаю отрывок из методической рекомендации преподавания учебного предмета астрономия в 2022-2023 учебном году. Длинный текст подписан доцентом кафедры естественно-научного и экологического образования кандидатом педагогических наук доцентом Л.Н. Терновой. В учебном предмете астрономия должна быть доказательно представлена ключевая мировоззренческая концепция современного естествознания, идея последовательной эволюции Вселенной от Большого взрыва до наших дней под действием законов природы. То есть жульничество, обман, противоречащий Корану, большой взрыв, не являющийся научным, должен быть представлен во всех учебниках. И это не противостояние религии и науке. Это противостояние религии и группы мошенников, которые, прикрываясь наукообразием, ввели в нашу образовательную систему лживый, фальшивый материал. Это мошенники. Эти мошенники уже во всей системе образования. Мы должны очистить нашу землю вот от этого мошенничества. С вами был Виктор Катючек, канал «Научный трибунал». Прошу поддержки. Прошу поддержки. Прошу поддержки. Прошу поддержку. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»